Добрый день! С вами снова смотрите САМИ и подробный анализ событий прошлой недели. Нравится? Тогда подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки и жмите колокольчик. Комментируйте. Я все читаю, а на некоторые комментарии даже отвечу вам в отдельном видео. Кроме того, чем больше ваша вовлеченность, тем больше людей увидят этот выпуск и узнают правду о том, что же происходит в мире. Поехали! МАЙДАННОЙ ЗАЛЕЖНОСТИ Тогда, 10 лет назад, и европейцы, и украинцы говорили о том, что европейский путь молодой страны займет десятки лет. Ну и вот первый десяток лет прошел. И что же мы видим в сухом остатке? Парализованная после бегства Януковича ЭКО Украина построила множество функционирующих государственных институтов, провела двое президентских и парламентских выборов. Осуществляет децентрализацию и противостоит полномасштабной российской агрессии. Да, на носу декабрь, когда наступит решающий момент принятия решения. Начинать или не начинать пока переговоры с Киевом о полноценном вступлении в ЕС. Впервые европейские чиновники сменили скепсис с оптимизмом и говорят, что Украина реализовала практически все требования для присоединения к Европейскому Союзу. Сбежав после поражения в противостоянии с собственным обществом, Янукович в Ростове ломает ручку. Жест отчаяния ловят телекамеры всех мировых СМИ. И одновременно хочу обратиться ко всему народу Украины. Первое. Первое. Хочу попросить прощения. Интересно, сколько же ручек сломал за это время Янукович? Забвенный и ненужный в России. Он, конечно, сыт и загрет. Но ведь мог бы войти в историю не как сбежавший и осужденный, а как победивший и добившийся. Хотя нет, не мог. Янукович даже не политик. Он человек совершенно другой формации. Это символ той самой вседозволенности, которая сейчас процветает в России. Кого захотим, того и поставим президентом. Такова была логика его появления на высшем государственном посту. Что сегодня может реально встать на пути украинской евроинтеграции? Нет, даже не коррупция, разговоры о борьбе с которой уже у всех вызывают оскомину. Может встать тот самый национальный вопрос. Сегодня в Украине действует закон о национальных меньшинах, который гарантирует их право на использование национальных языков. Тут самая большая угроза на венгерско-словацкой границе. Два государства, в которых популистские правительства выстраивают пророссийскую политическую ось, явно могут ставить палки в колеса Украине, мчащиеся по европейскому автобану. Как же обойти венгерскую блокаду? Языковой вопрос вызовет огромные дискуссии в украинском обществе, но это необходимая для вступления в ЕС уступка в пользу Венгрии. У Киева в Брюсселе есть мощные союзники. Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель. Оба обещают Украине помогать в евроинтеграционных процессах. Решение о скорейшем начале переговоров о вступлении Молдовы и Украины – это сигнал, который будет услышан не только в Кишиневе и Киеве, но также в Москве и каждой столице, питающей авторитарные или империалистические амбиции. Это было бы четким сигналом уверенной в себе Европы, которая защищает мир и строит прочное демократическое будущее. И прежде чем закончить, я призываю весь свободный мир и все страны, которые хотят, чтобы их границы уважали, продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не достигнет победы. Другого пути нет. Спасибо. Совершенно неожиданностью стала недавняя победа евроскептика и пророссийски настроенного политика Герта Вилдерса в Нидерландах, которого уже в прессе окрестили Орбаном из Гааги. Этот всячески против любого и расширения ЕС, требует восстановления пограничного контроля, и есть вероятность, что поведет страну по британскому сценарию, и тогда мы получим новый политический термин. В Нидер Эгзит или Нэгзит над акронимом надо будет еще поработать. В общем, небо на европейском горизонте Украины не безоблачно. Киеву есть еще над чем работать. Украинским дипломатам нужно и дальше доносить Западу идею, что вета Орбана – это фактически вета Путина, что дипломатическое поражение Украины на европейском поле – это военная победа Путина на поле боя. Все это нужно объяснять, ведь легче всего пропустить очевидное. Субтитры создавал DimaTorzok